Здравствуйте! В феврале отмечается день борьбы против рака. В мире рак одна из основных причин смертности. Известны ли причины, по которому возникает эта болезнь? Какую профилактику порекомендуют специалисты? И как обстоит ситуация с заболеваемостью онкологическими болезнями в нашем районе? Об этом мы говорим сегодня с докторами районной больницы. У нас в студии Екатерина Ивановна Цыганкова, врач-онколог Олег Викторович Дмитриев, заместитель главного врача районной больницы. Добрый день, спасибо, что пришли в нашу студию. Я, наверное, скажу от лица всех моих знакомых, люди, мне кажется, из всех заболеваний больше всего боятся рака. И самое страшное, да, наверное, пройти обследование, и самое страшное бывает, а вдруг я узнаю какой-то нехороший результат своих исследований. Вы, наверное, как врач постоянно сталкиваетесь с той проблемой, что вы должны поговорить с пациентом о его, может быть, диагнозе. Есть ли у вас какие-то, не знаю, готовые слова, которые вы можете сказать пациенту? Конечно, больные приходят с двумя проблемами. То есть это первая проблема – его основное заболевание, и вторая проблема – именно психологическая проблема, которую иногда даже сложнее победить, чем основное. Конечно, пациента нужно успокоить, сказать, что это всё лечится, особенно если это выявлено на первой стадии. Есть методы лечения. Почему-то все, слово онкология, все сразу пугаются. На самом деле здесь ничего такого страшного нет, также самые инсульты, инфаркты тоже лечат. И нужно просто больному сказать, что всё это можно вылечить. Екатерина Ивановна, ну, понятны ли вам причины, по которым появляется рак? Почему ещё такая вот боязнь у пациента, у людей, в принципе, от неизвестности? Я вроде бы был вот здоров-здоров-здоров и как бы вёл нормальный образ жизни, и тут раз, у меня такое заболевание. Причин развития онкологических заболеваний можно выделить несколько. Это генетическая предрасположенность, влияние окружающей среды и, конечно, образ жизни. Факторы к генетической предрасположенности. С ней, конечно, сложно, потому что нужно сдавать на какие-то определенные мутации. И возможно так, что пациент сдаст на мутации и будет эта мутация у человека, но это не значит, что у него может развиться рак. То есть это тоже должны больные и вообще люди, все население должно понимать, что есть такие скрининги, которые не показывают наличие онкологической болезни. То есть, допустим, они просто показывают возможность, предрасположенность к развитию онкологического заболевания. Допустим, у мужчин как проста-специфический антиген ПСА. Нужно постоянно контролировать, чтобы доктор мог заподозрить, что возможно в дальнейшем ему надо обследовать. Это к разряду генетических каких-то проблем. А еще, вот вы говорите, окружающая среда, какие-то факторы. Правда ли, что курение, табакокурение – это основной фактор, который может вызвать онкологию? Его можно отнести к фактору развития рака легкого, но не только он. То есть, бывают такие пациенты, которые никогда в жизни не курили, но при этом у них и есть рак легкого. Поэтому, конечно, здесь нужно тоже, если проводить скрининг среди населения, то, конечно, нужно отбирать категорию именно курящего населения и с ними проводить работу. Это уже, наверное, такая обобщающая информация, Олег Викторович. Это вот тогда к вам вопрос. Насколько у нас в районе, в нашем Сергиево-Посаде, много, большая или небольшая заболеваемость онкологическими заболеваниями? Да, спасибо. Я бы хотел еще дополнить предыдущую, так сказать, тему следующим. Хотел бы рассказать о, ну вкратце, о методологии определения факторов риска. Дело в том, что Екатерина Ланова заметила, что есть достаточно большое количество людей, которые никогда не курили, и тем не менее у них установлен диагноз рака легкого. Есть достаточно большое количество курильщиков, у которых рак легких не развивается. Вообще определение любого фактора риска осуществляется путем исследования больших групп населения, сравнимых по полу, возрасту, каким-то иным параметрам, у которых путем обследования выявляет, работает этот фактор риска или нет. Далее с помощью статистических инструментов это обсчитывается, и при, скажем так, при определении достоверно значимых отклонений, ну, делается вывод о том, что данный фактор является фактором риска. То есть это не есть догма. Поэтому каких-то универсальных рецептов вам никто никогда не даст. Так поэтому я спрошу о причинах, да? Вы хотите понимать причины, чтобы их предотвратить? Нет, к сожалению, такого, что что-то ты сделаешь. Онкологические заболевания – это мультиэтиологические заболевания. Много причин. Нет какой-то одной ведущей. Была бы причина, наверное, давно было бы уже вырублено некое универсальное, скажем, противоядие, которое бы эту причину компенсировало, и онкологические заболевания не развивались. Их много, и в каждом, наверное, индивидуальном случае вот эта совокупность факторов риска инициирует развитие опухолевой клетки. Хочу сказать сразу, что на самом деле современное развитие диагностики и возможности современной медицины в плане лечения практически в большинстве случаев онкологических заболеваний делают ситуацию управляемой. И совершенно согласен с тем, о чем сказала Екатерина Ивановна, что чем раньше выявлен рак, тем больше шансов у человека на полное излечение. На полное излечение, подчеркну. Еще, наверное, 2-3 десятка лет об этом нельзя было говорить. Сейчас можно. А если говорить по статистическим данным? Что касается статистических данных? Ну, у нас ситуация, по крайней мере, за последние несколько лет по заболеваемости первичной, она не меняется. Практически ежегодно у нас регистрируется прирост на тысячу пациентов онкологическими заболеваниями. Ну, плюс-минус там 10-20 человек в ту или иную сторону. Очень важно, чтобы наше население активно посещало мероприятия диспансеризации, профилактических осмотров. И при появлении каких-то признаков нездоровья не откладывала визит к врачу с тем, чтобы современно выявить, установить факт онкологического заболевания. Екатерина Ивановна, достаточно ли оснащено наше отделение в районной больнице, где вы работаете, ну, оборудованием, не знаю, материальной какой-то базой для того, чтобы показать помощь пациентам, да? Что вы можете делать у нас на базе районной больницы? Какие методы лечения применять? Мы можем оказывать хирургическую помощь онкологическим больным, можем оказывать лекарственную терапию. Что входит в лекарственную терапию? Это химиопрепараты. Если раньше мы оказывали только химиопрепаратами, то сейчас можно добавить уже и таргетную терапию, и все больше и больше появляются иммунопрепараты, которые с каждым годом проходят конференции, на которых рассказывают, что именно иммунотерапия в ближайшее время возможно выйдет на первый план именно из лекарственной терапии. Конечно, поэтому для нас это прибыльная и хорошая помощь онкологическим больным. Так же у нас в конце декабря стал функционировать онкологический консилиум, в составе которого входят наши врачи и врачи на базе Моники. Собственный онкоконсилиум позволяет нам, всех наших первичных пациентов, определять тактику лечения и назначать схемы лечения именно у нас. Как это раньше осуществлялось в Московской области? В Московской области существовало всего несколько онкоконсилиумов. В практическом поле мы направляли всех наших пациентов на онкоконсилиум в Балашиху. Наверное, пару лет назад еще и начали направлять в Моники имени Владимирского. И специалисты онкоконсилиумов указанных учреждений, они назначали лечение, и часть пациентов оставалась там. То есть, к нам они не возвращались. К нам возвращались в основном пациенты палеотивные или с самыми такими элементарными схемами лечения, которым по каким-то причинам более современные схемы назначить было нельзя. Сейчас, имея онкоконсилиум в своих руках, мы можем ускорить процесс назначения современных и увеличить долю современных схем для лечения пациентов. В завершении нашего разговора просто от вас, как от специалистов, услышать какие-то рекомендации для нас, жителей Сергея Посадского округа, по тому, не знаю, образу жизни, по тем, может быть, привычкам, которые позволят нам, в общем-то, уменьшить риск заболевания. Конечно, в первую очередь, просто хочется призвать население не бояться ходить в больницы и проходить хотя бы какие-то элементарные скрининги. Хочется сказать, чтобы женщины все до 40 лет делали ОЗИ молочных желез, после 40 делали маммографию. Мужчины так же само проходили на проста специфический антиген, чтобы у женщин также брали скрининги на ВПЧ-тест, который, дай бог, снизит риск развития такого рака, как рак шейки матки. Рак желудка тоже как можно предотвратить, хотя бы сдавать дыхательный тест, который выявляет хеликобактер пилори. Это тоже является причиной развития рака желудка, поэтому тоже можно здесь как-то иногда проверяться. Хочется призвать население, чтобы проверялись, ходили в больницы, не врастали свое здоровье. Олег Викторович, от вас несколько слов. Ну, я хотел бы в первую очередь обратиться к жителям с тем, чтобы они именно в плане психологической помощи не воспринимали диагноз онкологического заболевания как приговор. Дело в том, что периодически, к счастью, все реже и реже, но сталкиваешься с ситуациями, ну, скажем так, диссидентского поведения по отношению к своей болезни. Либо отрицание наличия заболевания, либо уклонение от лечения, ну, как бы со следующей идеей, что лечение бессмысленно, потому что оно неэффективно. К сожалению, с такими ситуациями приходится сталкиваться. Это не так, это неправда. Более того, я хочу всех жителей, ну, то, что называется, проинформировать, что мы открыты к диалогу, мы готовы к работе. У нас, безусловно, есть много проблем, безусловно, есть много, над чем предстоит поработать, но мы слышим каждого. И если что-то не получается, если вот та идеальная модель, о которой мы рассказываем, мы должны рассказывать о том, как это должно быть, да, если она по какой-то причине не реализуется, ну, двери моего кабинета открыты, в общем-то, всегда. Я думаю, что многие жители уже это знают. Мы с очень большим количеством за те несколько лет, что я нахожусь в районе больницы, уже пообщались. Мы всегда найдем пути решения той или иной проблемы, всегда. Поэтому онкологию мы победим вместе. Спасибо большое за то, что пришли к нашу студию и поговорили со мной. Всего доброго. Я всем желаю здоровья напоследок. До свидания. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды Перорос.